Дорогие мои, с Новым Годом! До этого места помог нам Господь. Первая книга Царств, 7 глава, 12 стих. Сегодня я собиралась дописывать свой новый рассказ, но тут вспомнила, что послезавтра Новый Год. И на память мне пришли вот эти самые слова. До этого места помог нам Господь. И я подумала, ну разве только до этого места, до этого дня? О нет, возлюбленные! Наш Господь навеки с нами. Он с теми, кто следует за Ним. Часто ученики Христа теряли почву под ногами, идя за Иисусом и даже сидя с Ним в лодке. Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за Ним, были в страхе. Евангелие от Марка, 10 глава, 32 стих. Кажется, да как это может быть, видеть Иисуса, быть рядом с Ним, ощущая Его близость и при этом находиться в страхе, в отчаянии, даже в ужасе? Да, оказывается, можно. Можно смотреть на Христа, но мыслями быть далеко от Него. Ведь дальше в этой же самой главе говорится о том, что ученики, идя за Иисусом, думали совсем не о Нем, но о том, чтобы занять высокое положение при Нем. Иисус, идущий впереди них, держал путь на Голгофу. Он приближался к мучительному кресту, приближался к своей смерти, и при этом он был абсолютно спокоен. А ученики, которым не предстояло сейчас умирать, были в страхе, ужасе. И все это потому, что Иисус отверг себя ради великой святой цели, а Его ученики еще не решились на этот шаг. Подобно этому и сегодня, многие, следуя за Иисусом, продолжают искать своего. Оттого их порой терзают сомнения и страхи, оттого слабеет вера. Но слава и благодарность нашему Господу, что Он, как добрый пастырь, не оставляет ни одной своей овечки. Он продолжает учить нас, неразумных, слабых, изменчивых. А когда мы, изнемогая, уже не можем идти за Ним сами, Он несет нас на руках. Однажды один молодой отец гулял с маленьким сыном в лесу. Незаметно наступил вечер и стало темнеть. Вдруг малыш взволнованно воскликнул. «Папа, я боюсь идти!» Отец поднял его на руки и пошел дальше. Но мальчик заплакал и сказал, «Папа, я все равно боюсь! Здесь так темно! Я ничего не вижу!» «Зато я все хорошо вижу, сынок, не бойся!» ответил отец, и малыш сразу же успокоился и даже задремал на отцовском плече. «Недавно я поняла. Для того, чтобы почувствовать, что бремя Христа легкое, мне сначала нужно сбросить с себя тяжелое бремя своеволия. Мы с вами еще не добрались до конца пути, дорогие. Но если мы действительно следуем за Господом, то каждый день нашей земной жизни – это драгоценный вклад в вечность. Как сказал Чарльз Бержин, «Чем больше испытаний, тем больше радостей. Чем больше искушений, тем больше побед. Чем больше молитв, тем больше ответов свыше. Чем больше трудов, тем больше сил. Чем больше сражений, тем больше почестей, наград. Да, затем к нам приходят болезни, старость, немощь и смерть. Но неужели на этом все заканчивается? О нет, возлюбленные! Нас, спасенных, ждет еще пробуждение в облике Иисуса, Восхождение на престол, ликующие песни, белые одежды, Лучезарный лик Иисуса, общение с верными, Слава Божья, полнота вечности и бесконечное блаженство. Мужайся, верующий! И от всего сердца с верой славь Твоего Авен-Езера за то, что, помогавший нам до сего места, будет вечно помогать нам. До этого места, помог нам Господь. А дальше? Имер-бесер! А дальше будет все лучше и лучше, потому что с нами Господь. Он сказал «И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Непостижимая вечность все ближе. Как мне понять эту тайну, не знаю. Сердцем спасенным я все это вижу. Сердцем влюбленным Христа ожидаю. «Только бы чашу допить испытаний, только бы огненных мук не страшиться, чтобы через скорби и через страдания вечным урокам Твоим научиться. Только бы мне сохранить ожидание, в мире бушующем не растеряться, не опоздать бы к Тебе на свидание и никогда больше не расставаться». А сейчас послушайте песню на мои стихи, которую исполняет Елена Ольденбургер. «Еще один год пролетел». Да пребудет со всеми нами Господь. Аминь. Ещё один год пролетел, Промчался, пронёсся, как выстрел, И вечности длинная тень К земле приближается быстро. Несутся, несутся года, Как в небо летящие птицы. Бог время на время создал, Всё может вдруг остановиться. Но к Богу не делают шаг В упорном неверии люди И стонет от страха душа Ей вечность мучением будет Несутся, несутся года, Как в небо летящие птицы. Бог время на время создал, Всё может вдруг остановиться. Последнее время бежит, И дьявол людей погоняет, В грехах заставляя их жить, Заботами всех утомляет. Несутся, несутся года, Как в небо летящие птицы. Бог время на время создал, Всё может вдруг остановиться. Всю землю охватит огонь, Всё небо как свиток свернётся. Пойдёшь ли ты в Божий покой, Когда его вечность начнётся? Нашёл ли ты мир во Христе, Предел нашей жизни положит? Год старый, Год старый, Как миг пролетел, Год новый, Последним стать сможет. Нашёл ли ты мир во Христе, Предел нашей жизни положит? Год старый, Как миг пролетел, Год новый, Последним стать сможет.